Да. Как тренировочка. РПТ пошло. Жестикуляцию. Да, хорошо. Можем? Знаете, я так думаю, что Россия вообще не может без амбиции, а тем более без имперских амбиций. Мне кажется, что каждый русский человек, он вот такой вот большой, открытый, у него действительно много амбиций, он хочет обладать всем и вся, это просто русская душа. И мы выкинуть нашу историю, нашу кровь, которая течет очень-очень-очень издалека, мы не можем меня выкинуть. Поэтому Россия без имперских амбиций — это не Россия. Поэтому в таких амбициях я не вижу ничего плохого. Другой вопрос, конечно, что, да, понятно, что наши раньше дружественные союзники, да, наши страны по союзу, они, понятно, что нашими друзьями остаются. Конечно, мы хотим защитить нашу геополитическую ситуацию, потому что, ну, как-то не хочется терять вообще вот наших друзей и наших, в принципе, близких друзей. Мы много лет жили в одной стране, у нас была одна культура, одни идеалы, одни кумиры, в конце концов. Как мы сейчас раз отделились, ну, все, а теперь вы вообще, у нас одно, у вас другое, все. Конечно, потихонечку это произойдет. Конечно, эта вязь, она уйдет, но почему мы должны терять своих друзей, наших союзников, в какой причине? Что должно такое случиться? Почему мы должны с ними ссориться? Так что нет, я считаю, что амбиции России по поводу большой империи, они должны оставаться. Только они должны быть, конечно, не в каком-то перевернутом виде. Я когда снималась в фильме, в историческом фильме, играла императрицу Марию Федоровну, и муж мой был, собственно говоря, Александр Третий, замечательный актер его играл, Александр Феклистов. Вот я окунулась тогда в историю, и вот эти вот, мне кажется, что вот такая Россия большая, насыщенная, глубокая, действительно амбициозная, она такая была великая, вот такое величество. Может быть, даже нашей России сейчас этого и не хватает. И это величество, я не могу сказать, что было какое-то вот, а вот мы самые лучшие, а оно было действительно настоящее, действительно такое вот, да, мы самые лучшие, мы потому что достойны этого. Мы, и сейчас я хочу, чтобы Россия так же чувствовала себя, да, мы достойны этого. Почему-то в Америке они вывешивают на каждом доме американские флаги, и это считается нормальным. Почему Россия не может придерживаться такой, не может, а должна придерживаться такой же позиции, потому что мы всегда были великой державой, мы всегда были великой страной, и я хочу, чтобы мы таковой оставались, поэтому не надо на нас наговаривать, что мы там что-то кого-то там подъедаем под себя, нет, мы великая страна, и я хочу, чтобы мы такой оставались.